В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! В начале выпуска «Город за 7 дней» – обзор самых значимых событий прошедшей недели. Подготовка к новому отопительному сезону была в центре внимания участников еженедельной планерки в мэрии города. По распоряжению мэра Виктора Павленко, жилищно-коммунальный комплекс столицы Поморья готовится к предстоящей зиме усиленными темпами. Самое главное направление в этой работе – полная и качественная проверка энергетического оборудования, тепловых сетей, коммунальной инфраструктуры. Приступает ТГК-2 к гидравлическим испытаниям. В режиме ГВС работают 12 котельных, подключается 25-й лицезавод и посёлок Кискагорка. Особое внимание на совещании также было уделено и проблеме разрытий в черте города. У нас энергетики, строители занимаются прокладкой коммунальных систем. На контроле должен быть всегда вопрос, мы уже неоднократно обсуждали по восстановлению благоустройства. Помимо отопительного сезона, готовится муниципалитет и к предстоящему летнему. Усиливаются меры безопасности во время отдыха горожан у воды. Будет организовано 15 спасательных постов, во всех округах установят предупреждающие аншлаги. Однако в вопросе пожарной безопасности обеспокоенность городских властей вызывают островные территории. Своих пожарных частей там нет, а создание и финансирование дополнительных, согласно закону, относится к полномочиям областной власти. Я думаю, что всё равно придётся, наверное, обращаться в правительство Архангельской области о поддержке служб МЧС в части финансирования. Только при совместной работе мы можем минимизировать, скажем так, эти вот риски. Минимизировать риски от участия в областной программе капремонта. Этот вопрос стал главным в ходе совещания специалистов городского хозяйства и управляющих компаний. Согласно документу, 75% домов Архангельска будут отремонтированы после 2038 года. Некоторые жители Архангельска уже отказались от участия в программе. Всем остальным теперь необходимо выбрать, кто будет распоряжаться средствами на ремонт их домов. Они могут формировать фонд двумя способами. Это на счёте регионального оператора, либо спецсчёт. С ним будут распоряжаться собственники данного средства. Я скажу, что региональная программа, которая принята, она ежегодно актуализируется. И до 1 октября утверждается с изменениями и актуализацией на квартирных домах. То есть уже 1 октября 2014 года туда могут быть внесены изменения? А до 1 сентября этого года необходимо решить, кому доверить деньги – региональному оператору или открыть персональный счёт вашего дома. Все подробности можно найти на сайте мэрии города, а также на интернет-портале ЖКХ Архангельской области. На этой неделе продолжился текущий ремонт дорог Архангельска. Предприятие Аксум проводило работы по фрезерованию и укладке нового асфальта на улице Бадигина. А специалисты архкомхоза приводили в порядок дорожное полотно на улице Ленина, что в округе Майская горка. За прошедшие 7 дней было восстановлено около 180 квадратных метров асфальтового покрытия. Всего на ремонт дорог Архангельска из городского бюджета выделено более 100 миллионов рублей. Еще такие работы проводились на улице Урицкого, на улице Тиме, от Смольного Буяна до Урицкого, на перекресток проспект Новгородский-Урицкий, улице Гагарина в районе предмостной площади. Текущий ремонт дорог Архангельска продолжится и летом. При финансировании из городского бюджета будут приведены в порядок более 50 дорожных участков. Весна закончилась и в наш город понемногу приходит лето. Однако не все жители Архангельска могут позволить себе, открыв окна, вдохнуть теплый летний воздух. Виной тому свалки мусора во дворах. Всю неделю журналисты Архангельского телевидения инспектировали наш город. И сегодня мы расскажем вам о том, как обстоят дела с уборкой мусора в Архангельске. Смотрите внимательно. Возможно, ваша улица или квартал оказались в объективе нашей съемочной группы. А начнется наш рейд с Аламбальского округа. Дядя Юра, как любя называют его жители дома по улице Терехина 6, корпус 2, занят любимым делом. Да, вы не ослышались. Наводить порядок в собственном дворе он считает не работой, а удовольствием. Чтобы не мешать процессу, обходим дом с консьержем Ниной Михайловной. Осмотр показал. Чисто. У нас в доме люди, собственники считаются, своими силами они построили ограждение, посадили траву. От кого вы считаете, зависит чистота в городе прежде всего? От самих себя. Просто надо быть неравнодушным, не сидеть дома, не ждать, что уберет дворник, уберет тот, уберет... Просто самому выйти и посмотреть. И такой подход к делу, как мы убедились, дает свои плоды. Водушевленные позитивным настроем наших героев, отправляемся в центр Соломбалы, на площадь Терехина. Сквер у площади Терехина излюбленное место отдыха соломбальцев. И как мы смогли убедиться, отдых этот зачастую культурный. Грязи и мусора на территории нет, а если и есть пустые банки, то используются они только в качестве кормушек для птиц. Пока любовались кормушками, заметили работников мусороперерабатывающего комбината. Они принимают эстафету у дворников, вывозят собранные на выходных пакеты мусора. Звонят из администрации и просят убрать? Ну да, 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 все правильно. Спешим в администрацию и пытаемся выяснить, такая активность вызвана нашим визитом, или чистые дворы и ухоженные скверы – это норма жизни для Соломбалы. По этому году очень много собранного мусора. Объезды показывают уже постоянно, вот эта вывозка идет, она идет, скажем так, неплавомерно, чисто регулярно. То одни дворы прибираются, выносят, другие, третий – это постоянно. И объем по фактам, по позициям, вот даже видно, что у меня с начала месячка, в принципе, у меня никогда такого не было. Это 800 кубов уже вывезено на свалку. Повезло в плане управляющих компаний, потому что их не такое большое количество. Всех вместе с ТСЖ по деревянным округу и благоустроенными домами у меня 10 управляющих компаний. И, в принципе, работа налажена с управляющими компаниями, скажем, на оценку хорошо. Задались вопросом, почему не отлично, и вскоре сами нашли ответ. Видимо, чем дальше от центра Соломбалы, тем ситуация нестабильней. По адресу Никольский 90 и в контейнерной площадке, и рядом с ней – мусорный хаос. А кому-то, видимо, до помойки идти лень. Мусор бросают у гаражей. Ну вот такая ситуация, как сегодня, то есть наблюдается здесь периодически? Да, периодически, но в основном здесь халявно. По вине компании «Метелица», которая, к сожалению, на этом участке не метет, не убирает. График вывоза мусора, наверное, и есть, но жителям домов он неизвестен. Я откуда знаю, какое у них расписание, не знаю. Не радует глаз и обстановка на Красных партизан-14. Этот участок в виде не другой УК – Соломбала. Правда, совсем рядом, на улице Красных партизан-17, Куропус-1, дворник этой же управляющей компании уже наводит порядок. Да и техника предприятия спецавтохозяйства спешит ему на помощь. Такая борьба за чистоту несколько ободрила. Но вскоре вновь пришло разочарование. Если с улицы Красных партизан мусор на свалку все же вывозят, то кажется, что на площадку у домов по улице Кедрово, наоборот, мусор привозят со всех городских свалок. Такая картина наблюдается здесь ежегодно, и управляющая компания никаких мер не предпринимает. Вот и сегодня на улице Кедрово, 31, тихо. Слышен только шорох мусорных пакетов. Крысы, грязь, зловоние – таков итог работы управляющей компании Дома управления, которая и правит балом нечистоты по этому адресу. А звонили ли в управляющую компанию, что говорят? Да, конечно, звонили. А как же так? Убирается, где убирается. Во-первых, люди все из этих домов носят. А вывозить никто не собирается. Только куда-то звонить-то в компанию. Бесполезно, по-моему, бесполезно звонить в компанию-то. Пытаясь убедить жителей в обратном, набираю номер директора компании Дома управления, но… Думаете, он ответит? Занято. Так, занято. И тем не менее, голос директора управляющей компании Дома управления мы все же услышали. Жильцы просто интересуются, хотят получить комментарии от вас. Когда? А вот буквально сейчас, то есть, я хотел вопрос задать по поводу Кедрова 31. Это дом, за ним контейнерная, мусорная площадка, точнее, она заполнена, захламлена. И вот там такая кричащая ситуация. А когда жителям надеются на то, что вывезут мусор, вот какие-то… Видимо, директор управляющей компании Игорь Лопаткин решил не тратить время на разговоры, а принять меры по уборке мусора. Но он, к сожалению, и ныне там. А вот управляющую компанию «Девять» наш дом, которая работает по адресу адмирала Кузнецова, 15, в нерасторопности не упрекнешь. Действительно работает. На самом деле, могу сказать, что у нас, наверное, очень хорошо прибирают во дворе, потому что достаточно чисто стараются люди, и цветы посадили, детям сделали какие-то игрушки. Чистота здесь поддерживается регулярно. Работа управляющей компании на контроле у совета дома, который ежемесячно требует от организации качественного исполнения своих обязанностей. Ежемесячно, значит, составляются такие акты по каждому многоквартирному в дому, где председатели совета домов конкретно, значит, оценивают работу каждого сотрудника, когда указано, что неудовлетворительно. В соответствии с этим не выплачиваются премиальные и даже снижается заработная плата. Что же все-таки является залогом чистоты на каждой улице и в каждом дворе? В поиске ответа на вопрос вновь приводят нас к дому на улице Терехина. Записывайте. Это наша общая работа вся. Если мы будем каждый сам за себя убирать, смотреть за чистотой, у нас не будет такого безобразия. И вот чисто в городе, в поселке, в любой деревне. Из Соломбы мы переместимся в Октябрьский округ. Здесь журналист городского телевидения Елена Матвеева по адресу Троицкий 196 обнаружила свалку мусора. Чем закончилась эта история, смотрите в сюжете. Вот так выглядела контейнерная площадка на Троицком 196 в прошлый понедельник, 19 мая. Наша камера запечатлела и забитые мусорные баки, и старую мебель, и ветки чуремухи, и даже выброшенный за ненадобностью холодильник. Прямо с места событий мы позвонили директору управляющей компании городское жилищное управление Игорю Лопаткину и поинтересовались, в планах ли навести порядок. Мы сейчас находимся у контейнерной площадки, и здесь вот есть твердые бытовые отходы. Ну, есть, они почему-то не выводятся. Раз в неделю договор заключен. То есть, а то, что смесь сверх норматива, то, что насобирали, будет вывезена. В какие сроки? Сегодня, завтра вывезутся. Машина заказана. И действительно, неделю спустя картина много лучше. Холодильник и старая мебель исчезли, сухие ветки тоже. Только вот мусорных пакетов по-прежнему больше, чем могут вместить контейнеры. Мы застали на рабочем посту дворника горжилуправления Сан Саныча. Здесь он трудится трижды в неделю. Поинтересовались у него, почему же в его вотчине так грязно. Здесь еще едут леваки, вот левые. И магазины, и все компании. А им надо везти и на свалку. А на свалку надо деньги платить, сами понимаете. А деньги они платить не хотят. Они раз сюда, втихаля, и там ночью когда-то раз, и все сгибут. А еще Сан Саныч попенял на самих жителей окрестных домов. Говорит, часто мусор складируют прямо на землю. Ленится забросить мешок даже в пустой бак. Получается, и здесь не решить проблему без взаимной ответственности. Управляющий компанией перед жильцами, а жильцов самими перед собой. Справиться со свалкой по проспекту Троицкий удалось. Этот пример показал, что решать проблемы со скоплением мусора можно. Мы продолжаем следить за чистотой в городе. И теперь отправимся в соседний, Ломоносовский округ. Как обстоят дела с уборкой мусора в центре города в материале Екатерины Гриценко. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С этим известным выражением готовы поспорить многие добросовестные архангелогородцы. Ни разу не выбросив на тротуар даже фантика от конфет. Они вынуждены жить среди мусора и грязи. Почти идеальный двор. ТСЖ дома 14 по улице Воскресенской со своими обязанностями справляется на ура. Однако близлежащая территория напротив – пример самой настоящей свалки. Такую соринку в чужом дворе сложно не заметить. У нас дворник убирает, дворник у нас чистит все. Мы хотим, чтобы все-таки порядок был. Это столица с севера, как мы ее называем. Так пусть она и будет столицей, а не вот этим вот местом. Деревяшка на советских космонавтов 83, расположенная в эпицентре мусорных событий, находится в ведении УК «Беломорская». По адресу, где находится организация, висит объявление, отправляющее всех возмущенных на Поморскую 34, корпус 1. Но и поэтому адресу представителей УК «Беломорская» от комментариев отказались. Зато выдали копию решения арбитражного суда. Оказывается, УК «Беломорская» банкрот. А о чистоте дворов нужно спрашивать у ООЗОЧИ-1. К сожалению, поговорить с директором ЗОЧИ-1 нам также не посчастливилось. Директор ушел, поэтому я сейчас вам ничего не могу сказать. Вы знаете, ее пока нет. Перезвоните попозже. Но и попозже нам никто не ответил. Глаз народа так и остался не услышан управляющей компанией ЗОЧИ-1. А ООЗ, точнее, мусор и ныне там. И такая ситуация, к сожалению, скорее правило, чем исключение. Очень беспокоит состояние санитарной территории возле деревянного жилого фонда. Потому что управляющие компании там, в принципе, изначально дворники, как таковые, не предусмотрены. То есть у них дворники заняты уборкой контейнерных площадок. В частности, Арго Жилкомсервис. Вопросов много возникает. ЗОЧИ-1 получше ситуация у деревянный город 1 и ТСЖ Ломоносовский. Этот двор на Ваучейского 56 находится в ведении ТСЖ Ломоносовский. Впрочем, и благоустроенная многоэтажка на Северодвинской 81 по загрязненности двора деревянным домам не уступает. А вот пейзаж двора на 23-й гвардейской дивизии – отдых для глаз и души на фоне бесконечного мусорного беспредела. Его обслуживает ООО «Северо-западные коммунальные системы». Здесь уверены – чистым наш город станет только тогда, когда каждый будет добросовестно выполнять свою работу. Работают у нас дворники с понедельника по субботу, с утра. Работают хорошо. Если люди в управляющей компании относятся к своей работе ответственно и болеют, скажем так, душой за свою работу, то и дома, соответственно, приводятся в порядок. И, возможно, когда-то каждый архангел-огородец будет также с удовольствием выходить на просторы родного двора, как жительница дома на Поморской 26 Юлия Сорокина. Жители нашего дома поддерживают чистоту, стараются не мусорить. В общем-то, вот скоро у нас тут цветочки, если видно, да, посаженные жителями, зацветут. Поэтому я считаю, что двор у нас, в общем-то, очень такой благополучный на фоне всего Архангельска. Чистоплотность и аккуратность всегда были отличительными качествами северян. Неужели с годами мы утратили свои лучшие черты и теперь обречены жить среди свалок и помоев? С проблемой мусора, как и с любой другой, можно и нужно бороться. Пожалуй, решение кроется в коллективном стремлении сделать Архангельск уютным и красивым. Саламбальский, Октябрьский, Вомоносовский округа. Вы видите, что проблемы с уборкой мусора есть. Причина тому бездействие управляющих компаний или неаккуратность жителей. Вопрос остается открытым. Кто и как может сделать город чище, продолжаем искать ответ на этот вопрос. Теперь уже на территории округа Майская горка. Округ Майская горка, пожалуй, самый перспективный в Архангельске. Именно здесь строится больше всего квадратных метров жилья поморья. В вопросах благоустройства Майская горка тоже старается быть, что называется, на передовой. Традиционно в округе выращивают цветы на территории площадью 780 квадратных метров. Начнут отсюда, с проспекта Ленинградский, 107. Земля для пестрых аллей уже завезена. Центральные улицы округа блестят чистотой. Такой же порядок должен царить и во дворах. Вот бригада подрядчика администрации округа ликвидирует следы пребывания жителей улицы Абрамова 9, корпус 1. Точнее, автомобилистов, которые, паркуюсь, похоже, не теряют времени даром. Данной автостоянкой пользуются жители ближайших домов по улице Абрамова. Почему бы не выйти и не навести порядок, не вывести мусор? Причем, весь мусор, который появился на этой площадке, это жизнедеятельность, наверное, самих жителей. Все мешки, которые будут собраны администрацией округа, по заявке сразу же вывезет на городскую свалку. Администрация округа помогает управляющим компаниям, активным жителям, выдает инвентарь, мешки и перчатки грабли. То в этом году администрация округа докупила более трех тысяч мешков. Все условия для поддержания порядка во дворе созданы. Так не ленитесь, жители Абрамова 9, корпус 1. Мешок вам в руки и свою управляющую компанию «Майская горка» в помощь. Кстати, эта УК отличилась и во дворе на Галушина 9. Выглядит контейнерная площадка вполне ухоженно, не считая отсека для крупногабаритного мусора. Он заполнен. Один контейнер на этой площадке принадлежит УК «Майская горка». Два управляющей компании «Исток». У нас управляющая компания «Исток». Уборкой мусора мы довольны. Мусор вывозится ежедневно. Не сомневаясь, что на следующий день придраться в этом дворе будет не к чему, наша съемочная группа вновь наведалась на Галушина 9 и сыграла в игру «Найди 10 отличий». Нашла. В полку крупногабаритного мусора прибыло. Точнее, кем-то принесено сидение от дивана и пара мусорных мешков. Если жильцы считают такую картину в своем дворе нормой, то их соседи на Абрамова, 18, к чистоте и порядку в своем дворе относятся более требовательно. С сентября 2013 года они отказались от услуг своей управляющей компании «Наш дом Архангельск». Создали ТСЖ и не жалеют. Ну, ушли по совокупности проблем. То есть, были непрозрачные отчеты, не видели и не могли добиться, чтобы нам показали полностью, как наши средства тратятся. Потом обслуживание было такое, что, допустим, часто перетопы, персонал у них, текучка. Поэтому решили взять все в свои руки. Площадка у нас на два дома. По очереди убираем с 16, Абрамова 16 и Абрамова 18. То есть, полгода они следят за чистотой, полгода мы вокруг контейнеров после вывозки прибираем. Могу похвастаться, что в этом году, в отличие от предыдущих, вышло много народу на субботник. То есть, ТСЖ людей объединило. Именно так должен выглядеть каждый архангельский двор. Перед окнами разбит небольшой цветочный садик, состояние мусорных контейнеров – пример для подражания. А секрет этой чистоты в руках самих жильцов – как при наведении порядка, так и при выборе того, кто будет этот порядок наводить. А вот на Галушино-32 невольно задаешься другим вопросом – куда спрятался мусор? Напоминающий на первый взгляд то ли гараж, то ли трейлер. На самом деле – закрытая контейнерная площадка. Она не портит вид нашего двора, и мусор не разлетается, и собаки его не таскают. Эта находка появилась во дворе три года назад. Снаружи – эстетично. Внутри площадки – четыре новых пустых бака на колесиках, которые каждый день выкатываются навстречу мусоровозу. Но есть в Майской горке и свои аутсайдеры. Например, контейнерная площадка во дворе дома 45, корпус 1, по проспекту Московский, которая в ведении УК «Наш дом Архангельск». Площадка предназначена для сбора крупногабаритного мусора. А на поверху же оказалась завалена бытовыми отходами. Картину, которую можно увидеть сейчас, это еще ничего, поскольку утром люди выкидывают обычный мусор сюда, не доходя до помойки нормальной, которая для этого и предназначена. Что очень усугубляет ситуацию. Но конкурировать с помойкой на Первомайской 23 в округе, пожалуй, не возьмется ни один двор. Его обслуживает самая неуправляемая УК – ДЭКОМ. ДЭКОМ вообще ничего не хочет, ничем заниматься. Мы уже говорили, мы готовы поддерживать чистоту. Только уберите, пожалуйста, вот эту помойку, а поставьте контейнера. А все потому, что мусоровозы на Первомайской 23 и ждут, и опасаются. Специализированные службы, очищая яму, не жалеют и ограждения, которое сдерживает напор вываливающегося мусора. Оно рушится. Это деревянное появилось здесь месяц назад. И, как сообщил съемочной группе Архангельского телевидения директор УК – ДЭКОМ Олег Деснев, больше во дворе на Первомайской 23 перемен не предвидится. Частично не был устроен домом, поэтому, соответственно, там контейнерная площадка полноценно стоять не может. Только помойка. Существует график ее уборки, но она чистая, примерно полная. То есть, если она до проведения графика наполняется, соответственно, мы ее увозим раньше графика. Если у нас предходит переполнение, вдруг мы там не успели отледить, то, соответственно, достаточно погонить. 46-04-64, погодать для явки, мы придем, вычистим ее. Вряд ли один звонок ВУКа может разом решить мусорную проблему всего округа. Жители сами в силах повлиять на обстановку в собственных дворах. Представьте себя заживо погребенными, под толщей коробок, пластиковых пакетов, бутылок, трепья, механизмов. В таком будущем хочется жить. Выбор за вами, архангелогородцы. Действительно, чистота нашего города в наших руках. Это не означает, что управляющие компании должны оставаться в стороне. Наоборот, жителям надо добиваться от обслуживающих организаций, надлежащего выполнения работ по уборке мусора. Но и самим не забывать старое, но надежное правило. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Продолжая тему, мы перемещаемся на левый берег. Из Исокогорки Мария Воробьева. Виноватых в этой свалке в Цегламенском округе, что на улице Севстрой, 55, не могут найти уже несколько лет. Жильцы впустую звонят в свою управляющую компанию Левобережья с просьбой вывозить мусор чаще или хотя бы оборудовать здесь контейнерные площадки. УКА, в свою очередь, уверяют, что работают строго по графику. Съемочная группа архангельского телевидения решила устроить очную ставку жителям домов по улице Севстрой с представителями их управляющей компании, чтобы поставить точку в мусорном вопросе этого двора. В это утро не рад незнакомым людям только местный пес. А вот жители домов по улице Севстрой давно хотели воочию увидеть тех, по чьей вине их двор превратился в настоящий полигон отходов. Наша помойка стоит рядом с колонкой, буквально в метрах 10-15. Санитарии у нас получается вообще никакого нет. Тут же вода, которую мы пьем, тут же помойка. В последний раз чистить эту помойную яму представители УКА Левобережья приезжали в марте. Но с тех пор куча порядком разрослась. А внимание жильцов, да и мусор, переметнулись на соседнюю свалку 55-го дома по улице Севстрой. Теперь она, пожалуй, не уступает по размерам общегородской свалке. Здесь жители двора и назначили встречу представителям управляющей компании Левобережья, которая, кстати, является единственной в Цегломенском и Исокогорском округах. То ли увиденное шокировало директора УКА, то ли чувство стыда за собственное бездействие. Но нападки жильцов управленец встречал с опущенными глазами. Мы же не месяц назад здесь образовались, что у нас сейчас упаковочного материала очень много. Помойки, они уже морально устарели, вот такие помойки. На сегодняшний момент, да, вот вы платите за уборку помойных ям 5 рублей 10 капец, да, 2 метра. Для того, чтобы их водить хотя бы раз в квартал, раз в 3 месяца, да, нужно платить 9,80. Повышение тарифа на вывоз мусора – не единственный шаг сделать двор чище. В 300 метрах от домов представители УКА предложили установить контейнерную площадку. Ближе мусоровозу попросту не подъехать. Вот если они желают носить мусор за 300 метров, то мы, конечно, установим контейнера. То есть это решит проблему. То есть эти помойки мы ликвидируем, засыпем. То есть если не скажут, что мы согласны, то мы уже в течение недели установим эти контейнеры. Жильцы домов по улице Севстрой встретили это предложение одобрительно. Лично я бы носила через два дома сухой мусор. Где же найдет свое последнее пристанище сломанный стул или старое колесо? Этот вопрос жители домов по улице Севстрой должны решить на общих собраниях собственников жилья. В противном случае их двор так и останется во власти мусора. В то время как у соседей на Дежнёвце в 9, Штурманской 5 и Дежнёвце в 13 корпус 6 мусорная обстановка во дворах просто радует глаз. Еще две недели назад во дворе Дежнёвце в 13 корпус 6 была помойная яма. А сейчас на ее месте появился восьмикубовый мусорный контейнер. Эту работу, да, можно считать выполненной. То есть сколько боролись с этим мусором, то его не вывозят. Горы накапливаются, то есть пройти невозможно. Крыса бегает, запах летом невыносимый. Достаточно лучше стало, потому что мы живем напротив. Следить за чистотой во дворах – прямая обязанность не только самих жильцов, но и управляющих компаний. В противном случае на управленцев могут быть наложены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В Высокогорском округе такого итога работы УК стараются избежать. Ежедневно у управляющей компании техника работает. Как минимум два самосвала и один погрузчик на вывозе мусора. И у управляющей компании тоже организована бригада в составе шести человек. Подрядчики работают в администрации округа по ручному подбору территории общего пользования. То есть ежедневно выходит бригада в составе восьми человек. С начала двухмесячника у нас было вывезено 157 тонн. Несмотря на внушительные результаты побед над мусором, проблемных зон в Высокогорском округе более чем достаточно. На Зиньковича 29 переполненные мусорные баки соседствуют с расположенной неподалеку детской площадкой. А на несанкционированной свалке в Зиньковича 54 есть чем поживиться даже местным кошкам. Эта свалка – результат совместной жизнедеятельности жителей соседних домов. И это в то время как борьба за чистоту областного центра идет с 14 апреля. Уважаемые жители, выносите, пожалуйста, мусор в определенные баки, в определенное место, и у нас во дворах будет чисто. Не допустить сброса мусора в неположенных местах – долг каждого архангелогородца. Ведь все мы – соседи, живущие в одном доме, в Архангельске. И только в наших силах сделать все, чтобы такую картину мы не увидели перед своими окнами завтра. В конце нашего выпуска отправимся на сульфат. Как обстоят дела с борьбой за чистый город в Северном округе, расскажет Алексей Карельский. На общегородской субботни, который прошел в Северном округе 17 мая, по приблизительным подсчетам, вышло примерно 350 человек из 25 тысяч жителей. Сравнительно немного, но, как известно, чисто не там, где на разовую уборку выходят сотни горожан, а там, где за порядком следят постоянно, пусть и небольшим количеством жителей. Граждане свою часть работы выполняют. Теперь надо, чтобы и обслуживающие организации выполняли свою. Забитые под завязку контейнерные площадки, с одной стороны, говорят о том, что управляющие компании не справляются с вывозом мусора, с другой, что этот самый мусор в округе активно подбирают. Данные о трех с половиной сотнях волонтеров чистоты, конечно, условные. Сформирована цифра в основном из расчета, выданного гражданам в администрации округа инвентаря и отчетам организаций. На сегодняшний день за предприятиями и учреждениями округа есть разбивка, за каждым конкретно субъектом закреплена улица или сквер. У нас, к сожалению, есть территории, которые подтоплены, и физически дворники на сегодняшний день, та дворовая служба, которая нанята администрацией, она не справляется и не может убрать, пока не подсохнет данная территория. Мусор лежит где поглубже, человек работает где по суше. Зовут человека Галина Белкина. Жительница дома номер 15 по улице Репина вместе с соседями регулярно и с успехом отвоевывает придомовую территорию у мусора. Мы выходим не только по субботникам, убираем для себя, что чисто было. Убираем сами. Дворников не дожди все. А какая у вас управляющая компания? Уют. В штате управляющей компании Уют, как нам удалось выяснить, три дворника. И по заверениям директора организации, люди с мётлами всегда на страже порядка. По Репину, значит, у нас дворники проходят ежедневно. В основном, значит, мы работаем по поддержанию чистоты на контейнерных площадках. А непосредственно на придомовых территориях? На придомовых территориях, я говорю, что ну вот в рамках субботника. И, значит, в летнее время. Видимо, проглядели жильцы дома на Репина человека в оранжевом жилете во время субботника. Гражданам, прописанным по адресу Ильича 4, повезло больше. В нашем дворе уборщица тут одна девушка молодая. Хорошо убирает, все её хвалят. Дворник в одежде цвета спасательного камуфляжа действительно оберегает двор от засилия мусора. Причём, судя по названию его работодателя, семь дней в неделю. Скажите, пожалуйста, как часто вы убираете во дворе? Я убираю каждый день. Меня проверяет мастер. Я ещё убираю подъезды, работаю уборщицей. У меня здесь живёт мама. Так что я этот дом защищаю. Это мой. Вот так бы все относились к наведению порядка. Заодно хочется похвалить управляющую компанию семь дней. И хочется, и колется. Колоть начало, как увидели картину сию. Во дворе дома номер 3 по улице 40 лет Великой Победы всепоглощающая контейнерная площадка не справляется с блюдом под названием крупногабаритный мусор. Да, я в этом доме живу с 78-го года. И такого мусора, как вот за всё время, первый раз такое в делах. Мусор носят с этих, все дома, которые вот тут, со всех домов сюда носят его. А кто не вывозит-то? У нас компания семь дней. За семь минут добираемся до офиса организации. Оказалось, что её представители и сами хотели бы вписать пару строк в жалобную книгу. Мы вывозим регулярно, раз в неделю. Этого было достаточно. Но вот в этом году получается так, что появляется мусора больше, чем мы успеваем вывозить. Было бы не в худо, если бы жители, проводя ремонтно-строительные работы в своих квартирах, убирали бы за собой этот мусор. То есть нанимали машину, вывозили на свалку. Не занимали бы этими проблемами управляющая компания. Определённый резон в этом замечании есть. Только надо бы с жильцами дома встретиться, да на общем собрании рассмотреть, за что конкретно семь дней собирают деньги с граждан, а за что они должны отвечать сами. Мастеру по благоустройству управляющей компанией «10» Наш дом Архангельск Людмиле Лысенко сегодня приходится отвечать и за себя, и за того парня. Точнее, за мальчишек и девчонок, а также их родителей, которые бросают мусор в контейнеры организации возле дома номер 31 по улице Ильича. Наша управляющая компания «Наш дом Архангельск» обслуживает дом, который находится у меня за спиной Ильича 31. Единственный дом. То есть на эту помойку должны нести мусор только жильцы нашего дома. А получается так, что все ближайшие дома, которые не должны приносить сюда мусор, сваливают его весь в наши мусорные контейнеры. Поэтому мы не успеваем справляться с этой ситуацией. Буквально позавчера мы заказывали машину и вывозили машину, одну отсюда вывезли. Была помойка чистая. Мне кажется, должно быть так, что эту помойку должны не одним и обслуживать, а как-то сделать какой-то график. То есть мы убираем и компании, которые находятся рядом дома. Вряд ли кого-то интересует, чей на площадке стоит контейнер. Тем более, если их 2-3 штуки на несколько дворов. Столкнулись с этой проблемой и жильцы деревяшки номер 26 по улице Добролюбова. Свою придомовую территорию они по мере сил поддерживают в чистоте. Правда, ее тут же оккупируют унесенные ветром. Ну, сколько не обращались в управляющую компанию, чтобы огородили контейнера и добавили еще одну помойку. Толку от этого никакого нет. Ветром разбрасывают, контейнера вовремя не увозятся. Возятся во второй половине дня. В это время уже они полные. А дворники вообще бывают от управляющей компании? Нет, они должны быть. Мы за это оплачиваем. Но дворников нет, мы двор убираем сами. Контейнер жильцы дома выпрашивали еще у прежней управляющей компании «Кредо». В новую, а для нас старую знакомую организацию «Уют» с этим вопросом не обращались. Считают, что бесполезно. Активисты дома номер 11 по улице Химиков для себя так и решили. Ни на кого не рассчитывать, все делать самим. Видимо, поэтому во дворе пятиэтажки полный порядок. Территорию мы убираем два раза в год, весной и осенью. В этом году мы решили облагородить наши участки. Посадили цветочки, купили за свой счет семена и оградки, чтобы глаз радовало. Управляющая компания, я не скажу, чтобы она участвовала в нашем благоустройстве. Дворник вообще появляется у вас? Дворник бывает, но очень редко. «А как у вас управляющая компания называется?» «Жилкомсервис». Вывод напрашивается очевидный. Можно сколько угодно уповать или грешить на управляющей компании, но чисто будет только в тех дворах, где люди чувствуют и ведут себя как хозяева. И сами занимаются облагораживанием территории, и обслуживающие организации заставляют работать. Сегодня мы рассказали вам, как обстоят дела с уборкой мусора в разных округах Архангельска. Это направление городского хозяйства всегда было проблемным. Но изменить ситуацию можно только начав с самого себя. Это долгий путь, но если мы хотим жить в чистом городе, мы должны его пройти. В эфире бывает информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова